Другим темам. В США запустили процесс импичмента президента Дональда Трампа. Причина. Американский лидер в ходе нескольких телефонных разговоров в июле пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против своего, вероятно, главного соперника на грядущих выборах Джо Байдена. Это привело к очередному обострению противостояния между республиканцами и демократами. Последние увидели в действиях главы государства попытку вовлечь другую страну в президентские выборы 2020 года в США и вновь начали призывать его импичменту. Подробнее в сюжете Гульнары Жендагуловой. Призвать президента США к ответу и показать, что никто не находится выше закона. Так в американском конгрессе сформулировали причину запуска процедуры импичмента Дональду Трампу. О начале процесса в специальном обращении заявила спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси. Поступки, совершенные президентом, самым серьезным образом нарушили Конституцию. Особенно, когда он говорит, цитата, «вторая статья утверждает, что я могу делать все, что захочу». Трамп предал нашу присягу, предал нашу национальную безопасность и институт наших выборов. Претензии, озвученные Нэнси Пелоси, касаются разговора по телефону Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он стал предметом внутреннего расследования спецслужб после жалобы одного из неназванных сотрудников. В беседе, как утверждают в Конгрессе, Трамп настойчиво обращал внимание своего украинского коллеги на необходимость расследовать деятельность в Киеве, семьи Джозефа Байдена, возможного соперника, нынешнего хозяина Белого дома, на следующих президентских выборах. И в обмен на это якобы предлагал Зеленскому военную помощь. Я надеюсь, что наши отношения с Соединенными Штатами будут действительно крутыми. Я ожидаю, что мы пригласим президента США Дональда Трампа с визитом, чего не случалось уже много лет. О запуске процедуры импичмента миллиардер узнал от журналистов. Я не слышал об этом. Это просто продолжение охоты на ведьм. Это самая серьезная подобная травля в политической истории. У нас самая сильная страна в мире, самые лучшие экономические показатели за все годы. А она говорит об импичменте. И, кстати, она ведь даже не видела расшифровку разговора. Беседа была идеальной. Реакция американцев на расследование импичмента против Трампа получилась неоднозначной. Я думаю, что импичмент нелеп. Управляйте правительством, делайте то, что вы должны делать. Не гонитесь за человеком, которого вы не должны преследовать. Его импичмент должен был состояться в 2016 году. Существует множество доказательств против него, и я полностью поддерживаю Нэнси. Он сделал много вещей, которые не звучат, и его нужно привлечь к ответственности за них. Настало время. Впрочем, говорить об импичменте пока рано. Запущена лишь процедура оценки, возможен ли в данных обстоятельствах импичмент в принципе. Но даже при положительном ответе этот вопрос затем передадут в Верхнюю палату Конгресса, где большинство у республиканцев. Если же инициатива конгрессменов провалится, это может усилить Трампа и серьезно подорвать позиции Джо Байдена за год до выборов президента США. Гульнара Жендоголова, Хабар, 24.